Человек — гений живого мира. Его стремления, амбиции и достижения поражают своим масштабом даже сегодня. Если бы, например, Луна была населена, какие из наших мегалистических сооружений могли бы увидеть лунные обитатели? Центр New Century Global в Китае — это сооружение площадью 167 гектаров, или остров Пальм в Дубае — искусственный архипелаг с семизвездочными отелями на площади 7 квадратных километров, который называют восьмым чудом света. А может быть крупнейшее творение человека — гигантская асфалка French Kills в Нью-Йорке площадью 9 квадратных километров? Мы не знаем. Но то, что мы можем утверждать с уверенностью — Великая Китайская Стена является единственным сооружением, видимым с Луны. Первое упоминание о ней датируется 1754 годом, задолго до того, как человек отправился в космос. С тех пор поступали и другие подтверждения. Логично, если задуматься о грандиозности этой конструкции, протянувшейся на более чем 21 тысячу километров. Когда началась космическая эра, астронавты пытались увидеть ее из космоса. Однако главный вклад в этот вопрос сделал китайский космонавт Ян Ливэй. Вернувшись с миссии в 2003 году, он сделал заявление, которое вызвало сенсацию. Великая Стена действительно могла бы быть видна с Луны, если бы острота зрения человека была в 17 тысяч раз лучше, чем на самом деле. По его словам, увидеть Стену с Луны — это то же самое, что рассмотреть человеческий волос с расстояния 3 километров. Его заявление вызвало волну обсуждений в СМИ, и министр образования Китая был вынужден пересмотреть утверждения в школьных учебниках. В человеческой психологии есть закон компенсации. Чем больше комплексов у экстраверта, тем ярче его стремление показать свои амбиции. Сержанты часто демонстрируют больше авторитета, чем генералы. Так называемые выпендрежники хотят привлечь внимание своей эксцентричной одеждой. А полуграмотные люди стремятся казаться более знающими, чем настоящие ученые. Чем меньше и беспомощнее мы ощущаем себя перед жизнью и смертью, тем сильнее мы жаждем повторить слова змея из Эдема. «Вы будете как боги» — ложь, передаваемая из поколения в поколение. Но лучше смотреть вниз, на прах, чтобы осознать свое истинное происхождение и настоящее положение. Когда мы поймем, что мы всего лишь мыслящий тростник, как говорил Блес Паскаль, мы будем готовы смиренно восходить по лестнице к небу, которое манит нас своими призвами. Однако одно условие остается — подножье этой лестницы должно стоять на земле.